Друзья, доброго дня! Я маю для вас такую корыстную информацию, особенно для тех, кто мое деток. У нас заболел ребенок, у нас сейчас все болеют, у нас 11 детей, тут друзей, соседей. И вот один заболел, мы последний. Мы, считайте, одиннадцатые, у нас их аж четверо, но заболеют именно малыши. Какая-то вирусная инфекция, одинаковые симптомы, температура и потом резко кашель начинается. Температура держится 2-3 дня. Покрепче дети там в день справляются, а так 2-3 дня, больше ничего. Ну и я думала, нас пронесет, не пронесло. В общем, заболела Машунька и Ванюшка, это младшие. Но Ваня сегодня чуть-чуть полегче, уже даже на море пошел, температура спала, а Маша еще температурит, и так у нее кашель. Так вот, что делать? Заболели дети на побережье, в Болгарии. Что делать? Куда бежать? Если вы не доктор и тому подобное, и еще мама тревожная, которая переживает и волнуется очень сильно. Все-таки море есть море, и отдых есть отдых, может быть что-то другое. Значит, если заболел у вас ребенок или заболели вы, конечно, срабатывает страховая сразу. Ну, все знают, что на страховой есть номер телефона, куда нужно в первую очередь позвонить, описать ситуацию и сказать, что вот мы хотим обратиться к врачу. Как бы, что с вами происходит? Страховая уже, именно ваша страховая должна подыскать вам клинику, с которой она работает. Это ее вопрос. И вас направит там, например, в Святой Власт или в Бургас, или, ну, в общем, территориально называет адрес этот, туда звоните или туда приезжайте. Ну, наша страховая, мы даже не звонили. То есть, контакт, по-моему, был дан, да, тебе по Вайберу, и все, я помню. И вы сразу туда подходите, и вас там уже ждут, друзья. То есть, вы не договариваетесь, не записываете. Вы приходите, и вас уже ждут, принимая доктора. Это все бесплатно. Вас смотрят, вам делают какие-то манипуляции, если они необходимы. Вам выписывают рецепты, лекарства, если необходимы. Ну, это все нам делали. Мы идем в аптеку, покупаем. Единственное, за что мы платим, это только за лекарства. Ну, приезжаем домой, все чеки и выписанный сам рецепт доктора, тоже важен, ну, вот его заключение. Предоставляем страховую, и нам еще возвращают деньги за лекарства. Друзья, ну, так работают не все страховые. Я уже говорила, каждый год об этом снимаю, потому что новые подписчики приходят. Страховая, так работает Юника, 100% проверено. В общем, мы страхуемся всегда в ней. Может быть, чуть-чуть дороже. Ну, там совсем чуть-чуть, чем просто псевдо-страховые левые, которые, ну, простите, извините, турфирмы, но очень часто. В турфирмах просто какие-то самые дешевые страховые. Вам, вас, мягко говоря, просто скажут, идите на все четыре стороны, приедете, будем с вами решать. То есть даже не скажут клинику, ничего, вы должны быть и сами. Вот такое у нас случилось с соседкой, они уже уехали, улетели в Киев, самый первый их ребенок заболел. И болел все 6 дней, очень с высокой температурой, конечно, она нервничала. Страховая сказала, идите в больницу любую, и все. То есть не звонок ничего, ну, приедете, просто документы там будем дальше решать. Ну, в 50%, что они ничего не решат, и она им даже не вернет деньги. Вот, и она ходила за свой счет ту же клинику, которую мы, Свете Никола, здесь на Солнечном берегу, но платила. Значит, если ваша страховая вот такая вот, застраховалась она там за 500 гривен, не знаю, за сколько, вот, то, конечно же, такой будет результат. Вот, выбирайте хорошие проверенные страховые, ну, во-первых, она будет чуть-чуть подороже, однозначно, а во-вторых, отдельно идите страхуетесь, то есть не с турпакетом. Вот мой вам совет, даже если вы летите в отель или в апартаменты от турфирмы, конечно, выгодно застраховаться у нее же, это как-то дешевле. Но отдельно пойдите, вот не пожалеете, застрахуйтесь. Я знаю, что многие люди экономят на страховках. Мне очень много писали на ютубе о том, что нужна ли страховая, проверяют ли ее. Друзья, я не могу советовать, не делайте страховку. Да, на таможне ее вот конкретно, кто проезжал, и мы проезжаем, Румыния, Болгария, не смотрят. Но поймите, что что-то произойдет, и поверьте, вы пожалеете, потому что, ой, как помогает здесь страховая. Это как бы ребенок заболел, и стоимость небольшая. Прием доктора вот здесь на Солнечном берегу, Святой Николай, 40 евро. Это просто прием, то есть это без манипуляций. Лор 60 евро. Если, конечно, там какая-то травма, перелом или еще что-то, возможно, чуть подороже. Зуб там, не дай бог, или что-то с сердцем, или... То есть вам придется заплатить, и не всегда же люди берут с собой такую сумму денег. Ну, как бы это нервы, стресс. Зачем? Зачем, если можно заплатить страховая? Поэтому страхуйтесь, не жалейте деньги, потому что потом можете пожалеть. Как говорить, скажете, у нас на Украине скупые платы двичи в тему шосье. Ну, я вам не советчик, просто вот все, кто задавал такой вопрос, лучше страхуйтесь. Конечно, мы как бы думаем, ой, мы на пять дней, мы там не заболеем. Ну, риск все равно есть. Что касается цен, я вам сказала. Значит, вы тогда идете самостоятельно. В принципе, волгары понимают язык, вы более-менее договоритесь. Я имею в виду, поймете, что вам говорят. В среднем это от 40 до 60 евро. Смотря какая клиника, прием без страховой. Это дорого, да, раньше было дешевле, но это конкретно сейчас на Солнечном берегу. Возможно, кто вот знает, где кто отдыхает на солнечном, ой, на побережье, вот Бурговсковская, вот это вот райончик. Скажите, какие цены у вас, если вдруг кто что в больницу, потому что, ну, вот, например, тест 85 лев есть, есть где-то и 100 ПЦР. Есть антиген еще дешевле, где-то говорили 40, но, по-моему, сейчас уже такого тоже нет, повысились. Очереди тоже есть, но вот у нас на Солнечном берегу три клиники, везде сдают тесты. И вот муж проезжал вчера на оптовый рынок за продуктами, говорит, ой, там такая очередь, столько больных людей. Ну, это очередь на тесты, потому что, чтобы поехать в Турцию, тест нужен, в Грецию, тест нужен. Ну, и возвращаются казахи, там, белорусы, я не знаю, россияне, по-моему, им тоже надо или россиянам не надо, но если летят через Турцию, они все, тут тоже нужен ПЦР, поэтому очередь, конечно, большая. Вот, ну, друзья, тема видеостраховая, то есть страхуйтесь в правильных страховых, проверяйте на месте страхования, попросите дать вам документ, где написано, где конкретно, в какими больницами работает ваша страховая в Болгарии. Потому что, например, вот Юник, она объясняла, она практически везде, но есть страховые, которые вот в Хорватии работают, а в Болгарии нет. Нет клиник, с которыми не работают, но они вам вернут деньги. Ну, в общем, вот такие вот нюансы. И еще хотела сказать спасибо, что вы пишете комментарии, спасибо, что вы смотрите, дуже вам вдячна, что дыбитесь. Хотела нагадать, что изменилась, как бы новая заповедь вошла. Нет, 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 это вы сказать. Нова заповедь вошла, с 29 ступа я в силу, въезда в Болгарию для украинцев, поки що все так само, але есть изменения для россиян, им отменили тест ПЦР, их отправили в помаранчу по мамозону, теперь они могут въезжать снова по вакцинации, ПЦР, и там, как мы, то что переговорили. Все, всем пока.